Фургон перевернулся после столкновения с легковушкой на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспектов. Это ДТП произошло ранним утром. Вот у кого-то утро не задалось. Кто-то ехал быстро. Это мы по Комсомольскому стоим. Нифига положить машину-то. Ох-охо. Один из водителей проехал на красный сигнал светофора. В ГИБДД Челябинска уточнили, что легковушкой управлял 61-летний водитель, а грузовиком 39-летний челябинец. К счастью, никто не пострадал, но перевернутая машина еще долго лежала на перекрестке. После ДТП одна легковушка вылетела на тротуар, вторая перегородила дорогу. Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Макеева и 250-летия Челябинска. По предварительным данным, там столкнулись две Шкоды. Одна из иномарок поворачивала налево, второй водитель ехал прямо. После сильного удара машины разъехались в разные стороны. На место приехали сотрудники ГАИ и врачи скорой помощи. Информации о пострадавших нет. А это ДТП произошло на пересечении улиц Куйбышева и Чайковского. На перекрестке столкнулись две легковушки. Судя по повреждениям на авто, удар был сильный. Информации о пострадавших нет. В Снежинске случилось сразу несколько аварий. На улице Дзержинского водитель Volkswagen Polo сдавал назад и врезался в ВАЗ. На улице Транспортная водитель Лада Гранты влетел в остановившуюся Мазду. А на перекрестке улиц Щелкино и Широкая водитель Шевроле Нива не уступил дорогу Газели. В авариях никто не пострадал. Это кадры с камеры регистратора в Магнитогорске. Водитель на Volkswagen решил погонять на одной из улиц города. В итоге его агрессивная манера вождения привела к ДТП. Гонщик уехал, а владелец поцарапанного авто обратился в ГИБДД. Лихачу грозит ответственность. Автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Авария произошла в Копейске. По предварительным данным, водитель наехал на замерзшую лужу и после этого автомобиль занесло. К счастью, никто не пострадал. Машина влетела в забор из-за колеи на дороге. Автоледи говорит, что ехала на работу. Но в какой-то момент машину выкинула из колеи и отбросила к забору. Женщина вызвала на место сотрудников ГИБДД. И они подтвердили, что дорога находится в ненадлежащем состоянии. Движение трамваев на перекрестке улицы Горького и проспекта Победы было закрыто. Там вагон сошел с рельсов. Водитель с кондуктором пытались исправить ситуацию. Не получилось. В Ленинском районе Челябинска произошла утечка газа в пазике номер 22. Предварительно у транспорта сорвало газовое оборудование, из-за чего произошел выброс газа в воздух. Судя по видео, водитель не заметил, что произошла поломка. Об этом ему сказал другой шофер. К счастью, всех пассажиров удалось высадить и никто не пострадал.